Есть такие фокусы, которые могут удивить даже самих фокусников. Это ментальные фокусы с внушением, для которых не нужен абсолютно никакой реквизит. Вы можете угадать число, слово или карту, которую задумал зритель. И все это абсолютно невероятно смотрится и взрывает им мозг. Потому что вы делаете вид, что угадываете, а зритель думает, что вы читаете их мысли. И все это можно научиться делать в бесплатном тренинге «Путь менталиста». Вся подробная информация будет находиться в описании. Там будет ссылочка, переходите и, конечно же, участвуйте в этом тренинге. Для начала можем дать зрителю перемешать колоду карт абсолютно как угодно. Он также может ее подснять. И нам нужно выбрать 8 абсолютно любых карт из колоды. Зритель может сам их доставать. Вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и, допустим, восьмая. Абсолютно любые 8 карт. Колода нам, в принципе, больше не нужна. И мы будем использовать эти карты. Их также может зритель перемешать, как угодно. И он должен взять одну любую карту. Вообще без разницы, что это будет за карта. Например, он выбрал вот эту. Он ее запоминает. И мы уберем ее куда-нибудь. Ну, давайте в центр вот так вот уберем. И хорошенечко замешаем. Вот так. И теперь я попробую найти эту карту следующим образом. Смотрите очень внимательно. У нас будет 8 карт. Первая, вторая, третья, четвертая. Это половина ровная. Я думаю, карта зрителя именно в этой половине. Давайте накроем ее коробочкой. И у нас осталось еще 4 карты. Здесь, я думаю, карты зрителя точно нет. Но если я щелкну и сделаю вот такое движение, то здесь у нас больше не будет карты зрителя. Останется всего 3 карты. А вот здесь, смотрите внимательно. Раз, два, три, четыре, пять карт. И вот карта зрителя. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня будет элементарный, очень простой фокус с картами, который показывал Дэвид Блайн на одном из вечерних шоу. Это действительно легкий, эффектный и супер быстрый фокус. Абсолютно без подготовки и с любой колодой карт. Ну а прежде чем перейти к обучению, хотелось бы порекомендовать вам магазин 54karts.ru. Огромный выбор карт. Есть стандартные, есть дизайнерские. Также есть мой фирменный набор. Неро Янг с особыми картами и обучениями от меня. Ссылка будет находиться в описании. Там быстрая доставка и приятные цены. Для этого фокуса сгодится абсолютно любая колода в 36, 52, 54 карты. Абсолютно неподготовленная. Это может быть чужая, перемешанная колода. Вам абсолютно без разницы. Но, разумеется, дайте зрителю вначале ее перемешать, чтобы он был уверен, что все по-честному. Особенно, если вы показываете со своей колодой. И теперь просто дайте ему свободный выбор. Он может взять любые 8 карт. Абсолютно любые. Допустим, он взял вот эту, вот эту, вот эти две, вот эту, вот эту. В общем, любые 8 карт он может взять. Абсолютно любые. Вам без разницы, что это будут за карты. Вы можете их не видеть, не знать. В общем, абсолютно любые карты. И сразу же дайте ему их перемешать, чтобы он был так же уверен, что все по-честному. Это ни на что не влияет, но зритель как бы будет вам доверять. Так как вы дали ему карты в руки, он их сам потрогал, перемешал и так далее. После этого он может взять абсолютно любую карту. Вам вообще не важно, что это за карта. Изначально вы ее не знаете. Зритель ее запоминает. И давайте для удобства обучения я буду знать карту. И она будет изначально перевернутой, чтобы вы могли следить за контролем. Смотрите внимательно. Мы берем карты в руки и отсчитываем ровно 3 карты. И после этого просим зрителя положить вот так вот карту. То есть смотрите, 1, 2, 3. Просим положить, он кладет. И эти карты мы накидываем как угодно. Без разницы. После этого мы слистываем 1, 2, 3. Накидываем. После этого мы слистываем 1, 2, 3. И эти карты как угодно. Все. Таким образом, карта зрителя будет вторая снизу. Это все, что от вас требуется сделать. То есть, смотрите, раз, два, три. Зритель кладет карту. Накидываем. Раз, два, три. Закрыли. Раз, два, три. Намешали как угодно. Все. Карта зрителя, вторая снизу. Что мы делаем далее? У нас есть ровно 8 карт. Карта зрителя, вторая снизу. И мы сейчас ее узнаем таким образом и сделаем следующее. Смотрите. Мы слистываем первую карту. Слистываем вторую, но ставим ее на мизинец. Вот таким вот образом. То есть, смотрите, слистнули просто. Слистнули на мизинец. После этого мы одновременно забираем эту десятку и слистываем следующую карту. Таким образом, десятка оказывается здесь. А сюда мы слистываем короля. Давайте еще раз. Раз. Слистнули на мизинец. Забрали и слистнули следующую карту. И еще одну. То есть, зритель увидел ровно 4 карты, но здесь их уже 3. А карта зрителя находится здесь. Что мы делаем? Мы просто кидаем вот так и говорим, я уверен, что в этой половине была твоя карта. И зритель ее видел. И он верит, что мы знаем, что здесь его карта. Но на самом деле она находится вот тут. Далее мы также слистываем. Раз, два, три. И здесь у нас две карты. Нужно держать их крепко вместе и положить. Таким образом, мы продемонстрировали якобы оставшиеся 4 карты. Раз, два, три, четыре. Кладем их сюда. На самом деле здесь есть карта зрителя. Соответственно, и она вот здесь. После этого щелкайте, делайте любые движения и показывайте, что отсюда карта зрителя исчезла. И так как здесь карта зрителя находится вот на этой позиции, сначала покажите нижнюю карту. Скажите раз. Потом верхнюю два, три, четыре. И появляется пятая карта в этой стопке. И это карта зрителя. И все. На этом трюк, в принципе, заканчивается. Продолжение следует.